Южно-Уральская молодежь предлагает защитить детей от издевок в интернете, а города от некрасивой рекламы. Жители региона до 30 пишут свои законопроекты, которые могут в будущем стать реальными законами, как Егор Хвисюк расскажет. Ликонида Сигуева учится на первом курсе Челгу, однако уже может считать себя полноценным законотворцем. Девушка, обеспокоенная внешним видом столицы Южного Урала, разработала законопроект, который должен сделать город чище и привлекательнее. Так, Ликонида предлагает официально ввести понятие архитектурный облик, чтобы в итоге на зданиях нельзя было размещать броскую и некачественную рекламу. В самом законе не указано, что значит архитектурный облик. Тем самым происходит недопонимание, когда мы, допустим, обращаемся к органам, которые утверждают рекламу, говорят о том, что это не соответствует архитектурному облику города Челябинск. Но само понимание архитектурного облика нет. Свой проект Ликонида защищает на молодежном форуме законодательная инициатива. Он проходит в областном парламенте. Участники южноуральцы от 16 до 30 лет. 200 активистов. Опытные, которые уже сами разрабатывают законопроекты. И начинающие, которые имеют идею и лишь готовятся оформить ее. Это очень любопытно, потому что, на мой взгляд, как раз вот те предложения, которые звучат в рамках парламентских дебатов, и вот на таких именно молодежных площадках, они отличаются каким-то другим взглядом. Более свежим, более интересным, иногда таким экстравагантным, но в любом случае очень полезным. Идеи молодых законотворцев действительно необычные и злободневные. Например, один из них предлагает ввести наказание за кибербуллинг, то есть оскорбление и унижение в интернете. Действительно, вопросов было очень много, и они не были в одной плоскости. То есть, такой широкий спектр вопросов, которые волнуют молодежь, это здорово. Форум позволит юным участникам услышать компетентное мнение о своих проектах от старших коллег, действующих депутатов законодательного собрания. Самые актуальные идеи в будущем смогут стать региональными или даже федеральными законами.